Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам крепко жму руку. В этом видео мы с вами будем распаковывать достаточно интересный товар. Он у нас относится к категории Powerbank и монтативные зарядные устройства. Посылочка у нас с Tmall добралась за три дня. Давайте ее распаковывать сразу же после заставки канала. Поехали! Итак, Tmall, Powerbank, зарядное устройство. Должно быть вот такое устройство. Вы сейчас его видите на экране. Romos. Достаточно мощный Powerbank на 30 тысяч мАч заявлено. Любопытные характеристики, включая Power Delivery. Вот меня заинтересовала возможность. Ну и там Type-C разъем. В том числе можно и айфоны заряжать и так далее. Внутри у меня здесь в упаковке должно быть их как минимум три таких блока. Вот три. Остальное у нас вот такой вот воздух сделано. Молодцы, что круто придумали. Вот у нас три таких аппарата. Ну давайте рассматривать, что мы здесь имеем. Romos Sense 8 Plus. Класс. Внешний аккумулятор 30 тысяч мАч. Fit Plus. Type-C вход-выход. Lightning-выход. Это для айфонов у нас. Что-то здесь по характеристикам есть. Название модели. PHP 30 Pro. Sense 8 Plus. Внешний аккумулятор. 30 тысяч мАч у нас заявлено здесь. Вес 671 грамм. Входы. Выходы. То есть заявлено три типа входа, три типа выхода. Размеры. 167 на 80 на 32,8 мм. Ну что, вскрываем. Смотрим этого друга. Достаточно любопытная модель. Куплена мной была по случаю достаточно большой скидки. И очень любопытных характеристик. Ранее я пользовался исключительно пауэрбэнками от Xiaomi. В общем-то, я очень доволен пауэрбэнками от Xiaomi. В том числе моделью на 20 тысяч мАч. Но выбирая следующую модель, мне, в принципе, вот это меня впечатлило своими характеристиками. И поэтому мы ее и обозреваем. Так, здесь у нас все как положено. Антистатический пакетик есть. Есть инструкция. И больше ничего. Нету даже зарядных кабелей никаких. Для удешевления, естественно. Смотрим на этого друга. Ну что ж, он, в общем-то, сопоставим с зарядником от Xiaomi. Но он более толстый. А в остальном габариты у него, по-моему... Ну, немножко он подлиннее, по-моему. Так, показатель зарядки текущей половина. В общем, самое главное, что мы здесь имеем. Имеем мы поддержку Apple Lightning, microUSB и USB Type-C порт. При этом при всем USB Type-C порт у нас двунаправленная скоростная зарядка. То есть можно, я так понимаю, при помощи него и само устройство зарядить, и от него заряжать устройство. Что делает устройство действительно универсальным, подходящим для любых ситуаций и практически для любых устройств, которые только можно себе придумать. Вот, в целом, здесь что еще можно показать, о нем рассказать. Вот, сами разглядывайте, смотрите еще, что здесь на нем написано. Вот, мне же очень интересно сейчас будет потестировать устройство. Я вот уже тут готовлюсь его тестировать, заряжать при помощи различных зарядников. В комментариях потом, кому интересно, спрашивайте. Буду пытаться сейчас его зарядить при помощи 30-ти ваттной Power Delivery USB Type-C зарядки от Blitzwolf. Попробую зарядить его еще и от второй своей зарядки, тоже по технологии Power Delivery работающей, вот такого типа. Так, проверяю зарядку. Вот он заряжается. Заряжаю его от USB Type-C с поддержкой Power Delivery технологии блока от Blitzwolf. Также сейчас пытался заряжать от Dedacool 45-ваттного. В общем, потребление 24-25 ватт в максимуме. Это насколько Power Bank в режиме зарядки потребляет. Собственно говоря, все видите сами. Вот все впечатления по поводу тестов зарядки, разряд эксплуатации, все будет в комментариях под видео. Ваши вопросы задавайте. Кто также использует такое устройство, пишите свои впечатления о нем. Вот я знаю по комментариям, которые я прочитал по товару перед покупкой, что в принципе все устройства довольны. Вот единственное, конечно, отмечают, что не самые высокие из возможных КПД работы. Но, к сожалению, процесс преобразования вещь такая действительно не самая высокоэффективная. К тому же, если использовать еще и не самые продвинутые решения, здесь действительно можно реализовать достаточно недорогое устройство. Но может быть действительно не самым высоким КПД работы. Но я думаю, для такого емкого устройства на 30 000 мАч, в принципе, все это, мне кажется, будет допустимо. Вот гипотетически возможно даже попробовать при помощи данного Power Bank зарядить на какой-нибудь не очень мощный ноутбук, поддерживающий зарядку по USB Type-C Power Delivery технологии. Все, я на этом заканчиваю, перехожу к активным тестам устройства, уж не терпится прямо его тестировать, извиняюсь. Может быть потом впоследствии сниму какое-то и отдельное видео про него уже по факту его эксплуатации. Все, на сим я пока что раскланиваюсь, вас я благодарю за просмотр видео до конца, в конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки Алиэкспресс, Тимол, Джербест и Бангут. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, в описании к видео. Кому видео понравилось, не забываем ставить лайк, кому не понравилось, дизлайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся, нажимаем на колокольчик. Обязательно делимся видео с друзьями, чтобы они также были в курсе достаточно интересной информации. Все, друзья, всем удачи. Желаю, чтобы вас никогда не подводило питание, чтобы ваши устройства не разряжались в неподходящейся. Все, всем удачи, пока.